Супружеская верность Супружеская верность Дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставление и сердце мое пренебрегало обличением? Я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасную серною. Груди ее да упоявьют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Размышления, часть первая. Глупость, прелюбодеяние. Книга-притчи, пятая глава, с первого по четырнадцатый стих. Автор обращается к своим сыновьям, предостерегая их от прелюбодеяния. Искушение в обличье чужой жены сначала может показаться сладким, как мед, но увлечение прелюбодейкой разрушит жизнь и приведет к смерти. На карту поставлены мудрость и осторожность, и если молодые люди последуют за соблазнительницей ее путем, для них это выльется в потерю богатства, чести и достоинства. Автор предупреждает о том, куда может завести такое, казалось бы, незамысловатое удовольствие. Не бывает удовольствий без последствий. Кратковременные наслаждения неизбежно притупятся, не оставив после себя ничего, кроме горечи. Нас увещевают быть более дальновидными и думать о том, каким будет итог нашей жизни, а не зацикливаться на мимолетных удовольствиях. Живете ли вы только настоящим, здесь и сейчас, или пытаетесь заглянуть дальше, в будущее? Благодать Божья предлагает нам вечную радость, которая длится дольше, чем те кратковременные удовольствия, которые вам удастся выжать из нескольких следующих мгновений. Размышления, часть 2, полнота верности. Книга притчей, 5 глава, с 15 по 23 стих. «Вместо того, чтобы растрачивать любовь и преданность, которые должны принадлежать жене и семье, на тех, кто того не стоит, проявляйте их у себя дома». Автор прибегает к образу источника, чтобы показать, что взаимная любовь супругов драгоценна и несет жизнь. Чистая любовь, как родник в пустыне. Мужчина должен продолжать питать глубокое чувство любви к своей жене и всегда находить в ней такое же удовлетворение, как при первом их поцелуе. Эти чувственные образы показывают, как радует Бога верный брак. Они напоминают о том, что физическая близость – это Божий дар, который помогает любви перерасти в брачный завет. Для многих сексуальность и чувственность сводятся к плотским желаниям, которые нужно утолить, неважно где и с кем. Мы должны осознать, что Бог призывает свой народ беречь физическую близость только для верного супружества. Молитва. «Бог, помоги мне хранить верность в любви к супругу, к супруге и семье, подобно тому, как ты верен в любви ко мне». Помоги дисциплинировать себя, чтобы это было не тяжким временем, но радостной жертвой для укрепления отношений, которым ты меня призываешь. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...